Они все-таки идут в НАТО и в ЕС. И вот сейчас такая интрига, если задержаться Акашвили, то практически Грузия перекрывает себе этот путь. Ну да, она теряет демократический статус. Если он в избирательных списках своей партии, то вряд ли его могут арестовать именно как кандидата на период выборов. Но если Акашвили, человек довольно боязливый, трусливый человек, едет сейчас в этой ситуации в Грузию, он, ну это, конечно, свидетельство того, что он никакой перспективы в Зеленском лично не видит. И он понимает, что он теряет любую возможность остаться статусной фигурой для грузин, но и не имеет ни малейшей перспективы в Украине существовать как важная фигура. Для него это как раз очень важно с точки зрения статусности, ведь он деньги может заработать, читая лекции как экс-президент и успешный реформатор много западных университетов, при его английском языке спокойно, ну, насколько я помню, он числится и в Нидерландах каким-то приглашенным профессором, и, по-моему, в Соединенных Штатах тоже. На эти деньги он, по сути, существовал, ну, кроме консалтинговых в Украине, мягко говоря. Здесь он лоббировал интересы грузинского бизнеса, и довольно неплохо. Некоторые порты в управлении грузиной получили в Украине, поэтому, скорее всего, что деньги в Украине у него будут, ну, небольшие, но существовать довольно прилично можно будет. Но он же амбитный человек, он хочет влиять на какие-то процессы, он хочет быть, ну, на виду, он хочет, чтобы им восхищались. Но мне кажется, что время его ушло, и если он не вернется в Грузию, то его время уйдет и в Грузию. Для Грузии он все-таки реформатор, довольно важный реформатор. Он создал абсолютно новый имидж страны, и даже, ну, многие годы управления страной пророссийской кликой не добили его реформы. Они, конечно, ну, подорваны серьезно, но они не добиты. Они все-таки, интенции на вхождение в НАТО и в Европейский Союз в Грузии доминируют. Вот насчет вхождения в НАТО и в Европейский Союз. Я когда узнал об этой новости, еще 27 числа, когда он опубликовал информацию о том, что он возвращается, я сразу подумал, что он очень хорошо все просчитал, потому что, ну, вот одно то, что вы сказали, что если он там числится как кандидат, условно говоря, то он имеет свой иммунитет. Но плюс еще, своим возвращением, мне кажется, он ставит неудобное положение власть, существующую в Грузии, потому что все-таки, несмотря на то, что ее там часто обвиняют чуть ли не в пророссийскости, да, эту власть нынешнюю, а они все-таки идут в НАТО и в ЕС. И вот сейчас такая интрига, если задержать в Саакашвили, то практически Грузия перекрывает себе этот путь. Ну да, она теряет демократический статус, статус демократичный, ну, он, конечно, во всех рейтинговых шкалах выше демократичности Грузии, выше украинской, но все-таки мне кажется, что потенциал Украины демократический на самом деле выше, потому что у нас, ну, наверное, более целостное, просвещенное и технологизированное гражданское общество, в отличие от Грузии. Грузии все-таки консервативны, и с этим ничего не поделаешь. Они, ну, украинцы по-своему консервативны, но все-таки технологичность украинцев, она известна в целом мире, и украинцы сейчас играют в IT-индустрии очень заметную роль. Ну, Грузия-то, конечно, не под силу, она совсем другая по менталитету и по технологической истории страна. Поэтому, ну, в Саакашвили есть, Саакашвили вот этим возвращением, он может привнести абсолютно, ну, сначала обострение в политикум грузинский, но потом переформатирование, ну, создание новых балансов для страны, таких уже устоявшихся жестких проевропейских, про натовских, уже никаких игр с Иванишвили, никаких игр с боязнью потери российских рынков или потери российских энергоресурсов уже не будет. Тем более, что Грузия сейчас – это очень серьезный партнер такой кавказской тройки. Ведь еще, по-моему, в 15-м или 16-м году Грузия, Турция и Азербайджан подписали договор о оборонном сотрудничестве трехстороннем. И сейчас Азербайджан, Грузия и Турция проводят очень амбитные учения, общие военные учения, тем более, что напряжение на границе Азербайджана и Ирана дает о себе знать. Поэтому, мне кажется, и для грузинской политической истории создается море дополнительных возможностей. Ведь влияние Турции на Грузию сейчас очень огромное. И мне кажется, что Саакашвили в этой ситуации может претендовать на повышение своего веса политического. Ведь в свое время Турция инвестировала очень серьезно в Грузию. По сути, она была главным инвестором, начиная от аэродромов и заканчивая отелями. Это все турецкие деньги. Поэтому надо понимать, что вес и влияние Турции, особенно в ситуации такого выдавливания России из Кавказа, мне кажется, что Саакашвили понимает свою новую... Ощущая, что на него может сложиться условия для нового миссионерства, его личной новой миссии по отношению к целому Кавказу, а не только к Грузии.